Всем привет! Добро пожаловать в новый влог. У нас суббота, 12 часов дня. Я очень сильно спешу, потому что мы едем снимать мерки. С Игната мы будем под заказ шить ему костюм на причастие. Почему так? Потому что в классе есть два мальчика, у которых нестандартные размеры, очень сложно найти какую-то марку, которая шьет всем одинаковые костюмы, должны быть все одинаковые. И мы как родители пошли навстречу этим двум ребятам, и все будем шить под заказ. Но мой план выспаться в субботу провален, и поэтому я уже завтрак сделала детям, и какие-то домашние дела. С собакой погуляла, погода потрясающая. 5 градусов, дождь мой промокли, с юки вообще насквозь. И я вернусь достаточно поздно, наверное, домой. Ну как, для собаки поздно, поэтому мне нужно было заняться всеми этими делами. Сейчас я себя просто обожаю, потому что в этой спешке я еще решила попробовать новый жидкий бронзер. И мой макияж занял чуть больше времени, чем я планировала. Новый тон тоже сегодня. Ну ладно. Посмотрим, как это все продержится. Пудра под глаза у меня тоже новая. Это Эволейн. Мне она нравится. Я уже попробовала ее с несколькими, даже самыми капризными консилерами. И бронзер Эволейн. Вот такой в виде помады. Но я как-то, когда не буду так сильно спешить, девочки, сниму, как я это все наносила. И когда я разберусь, с чем он лучше работает, с кисточкой, со спонжем, или в принципе это не имеет значения, то он у меня новый от Armani. Это дизайнер Glow. Вот такой. И оттенок 2,75. Еще мне нужно после всего этого отвезти детей к дедушке. Они вместе обедают. А потом, если я буду свободна, то поеду в Икею. Мне там кое-что нужно купить. Посмотрим, что получится у меня из этих планов. А, подождите. Мне в первую очередь нужно закупиться продуктами. Потому что суббота, в воскресенье у нас не работают продуктовые супермаркеты, только какие-то маленькие магазины. и я не знаю, как там сейчас, но раньше говорили, что если вы, например, собственник какого-то продуктового магазина, вы не можете никого заставить работать в воскресенье. То есть, если хотите открывать в воскресенье, то вы, как хозяин, выходите, пожалуйста, сами на работу. Вот, поэтому некоторые магазины открыты, но там нет вкусной ветчины, там нет авокадо, того, что я люблю, и то, что мне нужно на каждый день. Ну, какие-то, знаете, основные продукты и алкоголь. Основные продукты – это, типа, картошка, там, яйца. И то, если, например, большая часть магазинов продуктовых закрыта, да, там, хозяева решили не выходить по какой-то причине, то картошка очень быстро заканчивается, даже основные продукты. Поэтому в субботу нужно думать о том, что ты будешь есть в воскресенье и, например, в понедельник утром. А мне нужно готовить детям ланчбокса на завтрак. Я уже жду, не дождусь, когда вернется Томак. Как-то, как раз, когда его не было, в школу три раза из пяти нужно было явиться на полчаса раньше. Одному или второму. А для меня это значит, что мне нужно проснуться на полчаса раньше. Поэтому я встаю так рано. И там еще какие-то рабочие посылки Томак попросил меня отправить. И тоже до определенного времени утром и собаку нужно вывезти короче. Вот, собственно, веселуха. Знаете, что самое смешное? Завтра утром нам еще на детский день рождения. Я до сих пор не могу понять родителей, которые организовывают в 10, в 11 часов утра детский день рождения еще и в другой части города. Но в основном как-то со школы мы все живем там плюс-минус в одном районе. Но детские залы разбросаны по всему Кракову. Иногда нет свободных мест. Я понимаю, что они заказывают то, что свободно. Но для того, чтобы опять-таки доехать туда на 11, мне нужно выехать в 10. И до 10 поделать все домашние дела. Завтраки, собаки, вот это вот все. Поэтому, когда я высплюсь, пока что неизвестно. Я хотела бы сказать, что я уже готова выходить. Мне еще нужно высушить волосы. Так, поехали, девочки. Я беру вас с собой. Возможно, поснимаю что-то. И я вообще-то в этом влоге напланировала кое-что интересное. Поэтому начало немножко сумбурное. Но уж как есть в реальной жизни. Не сподеваю. А почему не сподеваю? Захар со мной должен как-то это все пережить. Вау, какие красивые костюмы. Идем в детский отдел. Всякие элегантные, типа, аксессуары. И обувь. И здесь можно и под заказ что-то пошить. И готовые купить. Кто как пожелает. Свадебное платье, костюмы. Глаза разбегаются, но пока что мне ничего особо не приглянулось, если честно. А вот детские костюмы очень даже нам нужно ждать в очереди. Поэтому я тут пока поснимаю. Совсем маленькие костюмы. Разных цветов, разные ткани. Ну, вроде как пошив. Ничего так. В мальчиковом отделе здесь тоже сразу можно купить макосину. Это, наверное, удобнее, чем классические туфли. Нужно будет об этом подумать. Коричневые, черные, лакированные, матовые. И даже белые. Вот это да. Нам нужен, кстати, целый комплект. Это пиджак, брюки, жилет, бабочка. Вот этот платочек. Все сразу. Даже онлайн я не видела такого большого выбора. Но я думаю, что мы будем довольны, потому что из нашей школы здесь заказывали. Какой стильнючий. Смотрите, подкладка. Ткань такая, воротник. Еще фирменный значок. Ну, по цене получается так же, как и просто купить в магазине. Вот эти костюмы на праздник, они дешевыми здесь не бывают. Разве что Zara или H&M. Может, сейчас пойду в женский отдел. Это, знаете, на какое-то прям торжество, торжество, а не просто на вечеринку. Хотя, возможно, кто-то так одевается и на Новый год. Но это не совсем для меня и не для наших мероприятий. Наверное, все вручную расшито. Здесь и бусинки, и стразы, и перья. Все, что хочешь. Здесь же есть бижутерия. Как экстравагантная, так и более скромная. Она с вот этой стороны отчасти. Как, например, вот эти сережки. Кстати, очень красивая. Ого, девочки, как вам такой вариант? Кстати, есть варианты без блесток. Более скромные, но вот это платье на вешалке не смотрится. Я, наверное, сейчас не смогу померить. 500 злотых с разрезом, с таким вырезом, лодочкой. Короче, если порыться, то здесь можно найти очень даже красивые, такие лаконичные, элегантные варианты. На свадьбу, например. Или что-то совсем яркое. Если вы такое любите. Причем в разных-разных цветах. Ну, хорошо знать на всякий случай. Там тоже зеленое. И консультанты помогают собрать целый образ. Так. Серого цвета вообще у нас будет костюм. Но, покажите. Сейчас выпью кофе и пойду поливать цветы. Я о них просто-напросто забыла. Уже дней пять, как они есть, не просят. И пока они не бросятся мне в глаза, что, знаете, так повяли. Я могу о них и не вспомнить. Это ужасно. И знаете что? Мы с Томаком подумывали сделать в этом году грядки. Мы не просто подумывали. Мы реально уже купили семена. Мы отвели на это место. И мы даже просматривали такие клумбочки. Ну, то есть, чтобы это было так обгорожено. И там внутри уже фольга на дне. То есть, нужно докупить землю. И я уже даже придумала, что его не будет. Я куплю онлайн. Соседа попрошу, чтобы он мне принес эти большие упаковки земли. Я сама там просыпаю, все и посажу. В итоге, мы вроде как должны куда-то поехать на майские. Я сижу, думаю. Хорошо, я это все посажу. А они как-то переживут где-то неделю, наверное, без поливания. Потому что нам нужно куда-то пристроить собаку. Если мне еще придется искать кого-то, кто будет мне за деньги поливать мои грядки, то говори, я не пропадам. Реально. Я не буду тянуть папу Тома, маму. Тем более, если ехать общественным транспортом, то это полтора часа в одну сторону. Но это просто сумасшествие, чтобы полить грядки. Ну, или соседу, подростку платить. Все-таки хочется как-то отблагодарить. Знаете, он, конечно, это может сделать и бесплатно. У нас очень хорошие отношения. Или кто-то из взрослых может прийти полить. Но ты хочешь как-то отблагодарить. Знаете, я то свечу какую-то куплю, то вино. В качестве благодарности. Но мы по мелочи как-то друг друга выручаем. Вот сегодня, например, соседские дети. Одни, они уже постарше. Одни ночуют и всегда спрашивают, есть ли мы дома, если что. Чтобы они могли к нам обратиться. Дай бог, чтобы такой ситуации не было. Но мне поплохело на днях очень сильно. Настолько, что я второй раз в жизни вызывала скорую. Но это неважно. И я думаю, если меня заберут, то нужно кому-то оставить ключи. То же звоню соседке. Я говорю, дети в школе их заберут. Но ключи оставлю тебе. Мало ли что. И так они у них и лежат. Тоже на всякий случай. Когда уезжаем, обязательно оставляем кому-то ключи, чтобы кто-то смотрел там за домом. С соседями сверяемся, чтобы кто-то тут следил за тем, что здесь все, чтобы кто-то тут следил за тем, что здесь происходит помимо охраны. Вот. И я думаю, еще одну мороку себе затеять, посадить вот эту грядку. А я, знаете, купила семена. Мама Оля говорит, это ж нужно рассаду высаживать. Это не просто ты посадила, она растет. И ни черта в этом не разбираюсь. Но мне почему-то так хочется этим заниматься. То ли это возраст, то ли тебя к земле тянешь, чтобы как-то заземлиться, в смысле успокоиться, почувствовать вот эту связь с природой. Я не знаю. Но когда реально доходит дело до того, что этим нужно заниматься, то потом получится как с цветами, которые пока не погибают. Я вообще о них могу не помнить. И с рыбками. У меня тоже такая же беда была. Они в комнате Захары. Если вот детей там не было, и Томака, например, я одна, и там хожу, потом проходит день. Господи, я вчера рыбок мне покормила. Собака тут, она постоянно где-то крутится, и она коммуницирует с тобой. Она может показать, что она голодная. У нас тоже есть своя определенная рутина. И как-то у меня гораздо больше связь с собакой все-таки, чем с рыбками. И вот мы пришли, я всегда и насыпаю корм там. Или второй раз тоже кормлю ее. А рыбки, как закрыли в комнате Захара, так и все, я туда не захожу. Я боюсь, что с моей рассадой, с моими вот этими всякими зеленушками будет то же самое. Но может мне лучше за это и не браться. Вообще такая смешная ситуация. Я не знаю, почему мне это интересно. Но не настолько интересно, знаете, чтобы прям вообще вникать. Пока что я на этапе, что было бы классно. Может меня затянет, и я как мой папа начну изучать там какие-то семена, покупать, бог знает откуда. Но это должна была быть маленькая грядочка, не какая-то супер большая. Но я купила огурцы там. А мама говорит, Оля, это тоже не просто так. Им нужна какая-то опора, чтобы им было куда плестись. А я накупила, говорю, мама, я буду садить. Короче, если у меня появится грядка, девочки, это будут те еще приключения. И будете надо мной смеяться. Да, я вам гарантирую, потому что я честно признаюсь, что я вообще в этом полный ноль. Полчаса. Это, конечно, жесть. Но я уже не умираю так, как в первый раз. Вот. Вот. А вот. Субтитры сделал DimaTorzok Написалось такое смешное начало, как видите, я уже вернулась к домашним тренировкам, помимо занятий с тренером, и также мне уже можно делать кардио, поэтому скакалка снова в деле. А мы там с Захаром соревновались, кто дольше будет скакать, и я выиграла. В воскресенье нужно помыть машину. Две недели тому назад я отдавала машину на комплексную мойку, внутри и снаружи. Это из чисткой кожаного салона с каким-то там уходом. Угадайте, сколько я за это заплатила. 800 злотых, это плюс-минус там 200 долларов. Вот так вот, такие цены в Европе. Если знаете другие автомойки в Кракаве, то поделитесь со мной. Что у меня всегда с собой в багажнике? Огнетушитель вообще самое главное, аптечка, какие-то перчатки, не знаю, зачем мне домик это положил. Средства для чистки, но мне они тоже не понадобились. Здесь и пакеты для покупок, чтобы каждый раз не покупать. Вот так, однако, гораздо приятнее. Когда возишь детей каждый день, по 100 раз в день, то потом такой хаос, даже камни были в машине. Сейчас еще добавлю аромат у меня, вот такой Rituals. Он вообще для дома, но я его использую в машине. И у меня нет никакой вонючки. Вот одного пшика достаточно на какое-то время. Сейчас буду раскладывать все, что у меня тут в бардачке и так далее. Покажу вам, что у меня в машине. Во-первых, вот такой бланк в случае аварии или если где-то там сама ударю машину. Это заполняется для страховой, страховку я также ввожу в бардачке. Зонт, там салфетки. Это бонусы для заправки. Салфетки для чистки очков. Да, я ввожу в очках, у меня где-то минус полтора, наверное, и минус один. Просто круглый год не достаю это скребок. Когда замерзают окна, у нас завтра, между прочим, будет мокрый снег. Ручка на всякий случай, если нужно заполнить какие-то документы. Крем для рук. Масло для кутикулы мне сейчас пригодится. Вот такая многоразовая штука от бьюти-блендера, в которой я убираю жирный блеск, если он появляется. И небольшой предмет гигиены. Спички. Знаете зачем? Когда мы едем на всех святых, обязательно ни у кого нет спичек для того, чтобы зажечь свечи. И они так и лежат круглый год. Резинка. И еще нужно принести таблетки от головной боли. А обязательно вода. Всегда в большой бутылке. Но это, наверное, я из больницы с собой притащила. А, ну и последнее, это без чего жить не могу. Это обязательно какой-то бальзам или блеск для губ. У меня постоянно сухие губы. Это называется закон подлости. Давай, Зар, включай сирену. А что вы делаете в воскресенье вечера? Мы домашку. Еще нужно, чтобы он тут исправил. Ну, у нас сейчас дроби. И столько тут вообще нервов было. Пойдет на консультацию. Спорит, сидит. Главное, не молчит. Не хочет слушать. Такие психи напали. Страшное дело. О, я помню, как мы это делали. Это вообще. Он уже готов был переезжать. Ну, вот такие у нас домашние задания на выходные. Мама, украинец на бронзе, видишь? А что такое грязное, Игнат? Футбольная мать. Мама, украинец, мяу, бронгарь, романгарь, вот такой футбольный. А кто играет? А кто играет? Барселона и Ярмонич. Игнат, вы видели игру в футбол на коленях? Нет! Я тоже до этого не видела. Игнат, если тебе не стягнут гипс во вторник, то я выходу из дома. Видишь? То есть, если не снимут во вторник, то я просто выхожу из дома и больше не возвращаюсь. Обожаю. Как всегда, напускали много машин на парковку, а мест не хватает. Здесь паркуется каждый как хочет. Который хочешь? А я тоже люблю. Любимая больница. А я тоже хочу, и сами готовы. Нак, сезам, там есть на филе писянку. Нак, сезам, сер, пикантный и соль. Который? Соль. Рентген. Терминатор. Теперь с ортезой мягкой будем. И с костылями еще две недели, чтобы поддерживать. Молодец, ура, ура. Маникюр обновила, ужин приготовила. Игната забрала со школы. Сейчас едем к парикмахеру. Они командуют, что они отращивают волосы, но с этим нужно что-то сделать. Хотя бы подровнять. Потом заберем Захарочка. Нас будет ждать вкуснейший ужин дома. И выгулять собаку, потом еще работать, когда они пойдут спать. Спасите, помогите. У нас две недели жесткий дождь и вся грязь от собаки и от нас тоже. Все неслось в дом. И у меня не было ни сил, ни времени, ни желания убираться. Юки отдыхают. Это самое счастливое существо в моем окружении. У меня все прекрасно всегда. И, девочки, мне нужно сейчас что-то с этим совсем сделать. Поэтому будет мотивация на уборку для меня и для вас. Хотя я уже сегодня побывала на тренировке. У меня была тренировка на спину. Надеюсь, она не откажет совсем. Цветы я выбросила, которые завяли здесь в горшке. Вот этот помыла. Но он такой и есть. Нужно вынести нашу будку. А вот это нужно привести в порядок. Это у меня, кстати, новинки на лето, которые тоже стоят здесь две недели. Я одну коробку только открыла. Вообще без понятия, что там. Я уже даже забыла, что я заказывала. Думаю, что в следующем влоге с вами будем рассматривать это. Пришел подарок на день рождения от бабушки для Игната. Дрон. Но ужасная погода была, поэтому мы не летали. Также тут и образцы продуктов какие-то. Нужно все это попрятать. А это Игнат вчера доставал свои бутсы, которые он запросил на день рождения. У нее действительно столько всего, что им уже сложно выдумать, что же они хотят на день рождения. Он попросил вот такие бутсы из коллекции Месси. Да, они достаточно дорогие и нога растет. Но раз ребенок так хотел, будем ждать, когда заживет нога, чтобы он смог их обувать. А это бутсы Захара, но они для помещений. У него тоже есть очень классные с шипами, но он их забрал сегодня на тренировку. А эти мы купили в Аутлете, они стоили совсем недорого. Говорю, бери, когда куда-то поедем, то удобно, да, не обязательно нужна поверхность, где необходимы бутсы. Вообще у них три варианта спортивной обуви для тренировок. Это капец. Так что не только у меня много разных вещей и вообще. А это новинки от Эвелайн. Еще не открывала, девочки. Я в полном трансе все это время. Не знаю, как вы, а я очень люблю смотреть видео, где кто-то делает такую генеральную уборку. Я смотрю, восхищаюсь, но при этом не встаю, ничего сама не делаю. И также мне очень нравятся каналы, которые там показывают, например, заготовку полуфабрикатов на целый месяц. Я как подумаю, сколько это работы, плюс еще и все это снять. Но я берусь за дело только тогда, когда у меня появляются силы и время. Иначе ни одна живая сила меня не заставит убираться, если у меня слишком много других дел. Но понятное дело, что я каждый день там мою посуду, тоже пользуюсь посудомойкой. Туда не всегда все помещается, но я никогда не оставляю там что-то не помытое. Оно там не киснет две недели, даже два дня в раковине. Я как-то себя так приучила. Но вот что касается влажной уборки, ее тоже нужно делать регулярно. Мы каждый день пользуемся роботом-пылесосом. Но вот когда идут дожди, это всегда катастрофа. Потому что как бы мы там не вытирали ноги, как бы я не мыла лапы собаки. Я это делаю перед домом, запускаю ее через гараж на террасу. Она обязательно отряхивается перед окном. И даже если мы помыли окна, они в тот же день будут грязными. И приходится хоть немножечко что-то, знаете, там подтирать каждый день. И оно так накапливается, накапливается. Если ты этим не занимаешься несколько дней, и все. И вот на уровне детей и собаки у нас везде все отпечатано. Какие-то крошки, что-то еще. Плюс я готовлю несколько раз в день. Это как минимум завтрак и ужин. На обед я очень часто ем то, что готовила, например, на ужин детям. Я не всегда ужинаю. Зачастую отказываюсь от этого приема пищи. И потом уже ем на следующий день в обед. Так вот, казалось бы, дом у нас не очень-то и большой. Ну, там около 200 метров. Это с гаражом. Но три этажа, ступеньки. И пока ты пропылесосишь ступеньки, тебе уже ничего не хочется. И мне приходится раскладывать уборку на несколько дней. Особенно если это рабочий день. То не получается убраться, вот так знаете, одним махом. Когда мы с домиком вдвоем, то все происходит быстрее. Почему не клининг? Наверное, потому что здесь это дороже, чем в тех странах, откуда вы меня смотрите. Хотя у меня очень много зрителей из Европы. Поделитесь, сколько у вас стоит клининг. Ну, по сравнению, например, с Украиной. Когда мы с мамой, с братом обсуждаем, то это совершенно другие цены. Вот, например, без уборки на участке, то есть без каких-то садомнических дел. Я вам говорила, что уборка нашего дома стоит 200 долларов. И такую мы заказываем где-то раз в полтора в месяц, иногда раз в месяц. В зависимости от того, насколько у нас, у самих есть время поддерживать чистоту. Ну, то есть мы все равно убираемся между вот этими генуборками, потому что иначе не получается. И заказывать такую уборку каждую неделю, ну, это, знаете ли, 800 долларов в месяц. Я предпочту потратить эти деньги, например, на учебу детей в частной школе, на путешествия, на что-то еще. Ну, наверное, все зависит от уровня заработка. Еще один момент для того, чтобы найти хороший клининг за такую цену, а это еще достаточно низкая цена, то чаще, чем раз в месяц договариваться с вот этими мужчиной и женщиной не получается чаще. У них очень много клиентов. И я вам говорю, что это еще такая нормальная, адекватная цена. Несмотря на то, что у нас уже была такая теплая весна, так похолодало, девочки, что я убиралась в теплом костюме, в теплых тапочках, от которых мне уже не мешало бы избавиться. Это какое-то проклятие собаки, ничего не нужно, кроме моих тапок. Она убила мне уже 4 пары, я собиралась их выбрасывать, но мне было настолько холодно, что я думаю, нет, последние холодные дни я все-таки проведу в этих тапках. Еще один момент. Когда-то я показывала вам генеральную уборку всего дома, и там были такие комментарии, что фу, какой кошмар. Одна и та же губка или тряпка в кухне, в санузле она моет этим и раковину, и унитаз потом, или наоборот. Девочки, я покупаю все большими пачками. У меня в каждом санузле есть несколько таких же тряпочек, губок и так далее. Я думаю, что это не стоит обсуждать, но я все равно решила поделиться. Для пола, именно деревянного, мы используем вот эту жидкость. Она и ухаживающая, и тоже хорошо подходит для натурального дерева. Показывала вам раньше во влоге, но почему-то вы регулярно меня об этом спрашиваете. И уже стало чище и приятнее в доме. Заканчиваю убираться на остальных этажах, уже без вас не снимаю, у меня разрядились все батарейки. Потом детей пораньше забирала со школы. И собираемся завтра рано утром на турнир. Хотела вам показать вот такую штуку. Это такая губка-не-губка, тряпка-не-тряпка. Специально оставила этикетку, очень мне понравилось. Это такая губка, давайте будем так это называть, она мягкая. И с вот этой стороны хорошо скрабирует, удаляет загрязнение. Можно использовать для сковородок, для окон, для керамики. Со второй стороны микрофибра. Действительно, очень быстро убираться. И вот эта поверхность, хоть она и хорошо скрабирует, но она не оставляет царапин. Супер. Доброе утро следующего дня. Сейчас расскажу, куда я собираюсь. Но день начался у нас с Сахаром максимально стрессовым. Мы проснулись в 6. Он позавтракал, оделся. Еще вчера вечером он собирался. Он открыл письмо от своего учителя и также тренера по футболу. И говорит, мама, пожалуйста, дай мне собраться самому. Говорю, хорошо. И он, не трогай, я вообще все спаковал, все нормально. Но думал, ладно, нужно как-то давать больше самостоятельности детям, чтобы они тоже там учились на своих ошибках. Я думаю, что он запомнит это на всю жизнь. Он очень сильно переживал. Мы подали заявку на участие в этом турнире где-то за несколько недель. Это все организовывает по совместительству и тренер, и их учитель по физкультуре. Мы вообще изначально начали ходить на тренировки по футболу. Мальчики были гораздо младше, там еще где-то за два года, наверное, до того, как они попали в эту частную школу, в которую ходят сейчас. И они изначально знали своего тренера, и потом оказалось, что он ведет еще и физкультуру у них в школе. И он предложил четвертому классу поучаствовать в этом всепольском турнире по футболу. И главным призом является встреча с, как это, репрезентация польски, со сборной Польши по футболу. Вот, и там, значит, учитель подает заявку, и каждый родитель отдельно для ребенка регистрирует его. И вот сегодня начинается отборочный тур. То есть первые игры, они будут длиться с 9 утра до часу. Если их команда проходит дальше, то, получается, они остаются до 3 часов, и в мае еще будут разные там футбольные матчи. Захар очень переживал, он очень хотел попасть. Он также волновался, что с его здоровьем, может ли он, в общем, все сложилось. Вот, и он говорит, мама, я собрался уже, все, он так, поехали, поехали. Короче, мы приехали раньше. Он уже пошел к тренеру, прибегает, мама, я забыл документы. И по-хорошему, мне нужно было бы, наверное, проверить. Мы так делали в последнюю поездку, когда он там собирался с классом в трехдневные путешествия. А тут он, мама, ну я уже взрослый, ну оставь меня. Думаю, окей. И тут, значит, 10 минут до выезда, я забыл документы. И он не может ехать без этих документов. Девочки, я так летела. Сначала я торопилась, а потом думаю, нет, не дай бог, что произойдет. Я лучше привезу ему эти документы, если вдруг что. Сначала пришлю фотку, и все равно мы, в общем, с Игнатом договорились вчера вечером, что мы сделаем для Захара сюрприз. И что я разрешу Игнату не идти в школу. Он очень хотел посмотреть, как проходит этот турнир. Что я вообще отложу всю свою работу. Я не буду снимать то, что запланировала. Вчера сделала многое по дому. И я думаю, что для Захара это будет огромная радость. Мы сейчас с мамами договорились встретиться перед магазином, купить какие-то шарики. Мы только сегодня, рано-рано утром узнали, что все-таки родители могут поприсутствовать, кто сможет отпроситься с работы. И хотели бы купить что-то там интересное. Хотя бы по дороге какие-то магазины. И мальчики поехали туда на автобусе, а мы с Игнатом вот сейчас одеваемся, заедем в магазин. Надеюсь, что удастся купить что-то там, чтобы поболеть за них. И на самом деле многое можно детям подарить. Можно забрать их в какое-то путешествие. Но мне кажется, что больше всего они запоминают что-то такое, знаете, с одной стороны, очень простое, но очень важное. Потому что когда родитель разрешает не идти в школу просто так, потому что для ребёнка это важно, и он очень чего-то хочет. Не просто остаться дома и рубиться на приставке. А мы поедем болеть за Захару. И для него это будет колоссальная поддержка. И я уверена, что он это будет вспоминать через много лет, что он даже не ожидает, что я могу переехать. Тем более, что я до сих пор одна на хозяйстве. И я неважно себя чувствовала неделю тому назад. И как-то так, не знаю, наверное, перепады погоды на меня очень сильно влияют. Потому что там было плюс 27, а потом 7 и вообще 3 градуса. И я лежала пластом. Я, ладно, не вдаваясь в подробности. И вчера тоже у меня болела голова, потому что идёт сильное потепление. Несмотря на это, я там убиралась дома и что-то вообще говорю. Я устала, мы ложимся раньше спать, потому что нужно рано вставать. И он вообще не предполагает, что вот там я не работала несколько дней, потому что мне было плохо. Я много ездила с ними, там день провела с Игнатом в больнице. И всё равно я откладываю абсолютно всё. И для меня важно быть с ним вместе. Он очень сильно ждал этого турнира. Сейчас помогу Игнату одеться. У него всё ещё побаливает нога. И также нужно правильно надевать вот эту ортезу, чтобы и не передавливало, и чтобы он тоже мог ходить, и ножка была зафиксирована. Ладно, что-то меня не в тусти понесло, но мне хотелось с вами поделиться. Так что, мамочки, крепимся и поддерживаем своих детей. Поехали. У нас оранжевая команда. Единственное оранжевое, что нам удалось купить. Много мест для тренировок. Всякие тут и столики. И вот такие клетки. И побольше футбольные поля, и поменьше. Наши ещё не играли, поэтому мы осенью-очень вовремя. Семь-очень вовремя! Целый день мы провели на футбольном поле. Болели как могли. Один матч мы сыграли в ничью. Второй, к сожалению, проиграли. Не прошли дальше. Но главное – участие. Надеюсь, вам сегодня со мной было интересно в моих мамских буднях. Не забывайте поставить пальчик вверх. И встречаемся с вами совсем скоро. Пока-пока!